Катастрофы недалекого прошлого и какие они, настоящие японцы! Здравия достойным! В моем крайнем выпуске упоминается территория Дальнего Востока и Японии. Один из комментаторов написал, что коренными жителями Японии являются Айны, и попросил меня рассказать об этом народе все, что с ним связано. И тут я просто провалился в огромный объем какой-то надуманной информации. Получается, что все, что связано с Дальним Востоком и Китаем, не только придумано, но и сделано это очень топорно наспех. Настоящие данные лезут из всех щелей, но официальная наука их просто не замечает. Ну, начнем сначала. То есть, с лженаучных данных официальной истории. Для начала возьмем, как обычно, рупор официально разрешенных к употреблению версий Википедии. Первые признаки заселения японского архипелага появились около 40-го тысячелетия до нашей эры, с началом японского палеолита, который продолжался по 12-е тысячелетие до нашей эры. Население Древней Японии занималось охотой и собирательством, изготавливало первые каменные орудия труда грубой обработки. В этом периоде отсутствуют керамические изделия, поэтому период также носит название периода докерамической культуры. С 12-тысячного года до нашей эры начинается период Дземан, который, согласно археологической периодизации истории стран Запада, соответствует Мезолиту и Неолиту. Особенностями этого периода стали формирование японского архипелага и начало использования его жителями керамических изделий. Конец цитаты. Дальше читать не смог, по причине существования карт известных издателей. Например, вот этой. Это карта 1590 года Даниэля Келлера. Почему-то архипелага в том виде, в котором он существует ныне, я тут не наблюдаю. Есть цельный остров, достаточно большой, размером почти с современную Индию. Или тут путаница с датами. 12 тысяч лет, как утверждалось выше, или современные ученые не имеют доступа к старинным документам, которыми и являются географические карты. На основании чего тогда формируется официальная версия? Ну, перейдем к персоналиям. Возьмем известнейшего ученого, япановеда, доктора исторических наук Мещерякова. Вот он пишет. В Плейстоцене японские острова были связаны с материком сухопутными мостами. А во время значительного оледенения в Юрумского периода уровень океана был значительно ниже, что позволило проникнуть на острова переселенцам из Азии, с юга через территорию нынешнего Кюсю и с севера через Хоккайдо. Следует отметить, что территория японских островов была цельной, то есть являлась единым массивом суши. А теперь внимание. Формирование архипелага в привычном нам виде относится приблизительно к 17-18 тысячелетию до нашей эры. История Древней Японии, страница 13, конец первого абзаца. Уважаемый Александр Николаевич добавил архипелагу еще 5-6 тысяч лет. Критикующий комментатор непременно скажет. Ну, опять 25. Нашел какую-то карту и на ней построил версию. Раньше не было Google Maps, чтобы очертания береговой линии с такой точностью переносить на бумагу. Как смогли, мол, так и нарисовали Японию. А вот это правильно. Согласен на все 100. Погрешность допустима. Но в каких пределах? Если посмотреть на общее очертание континента, то в общем и целом довольно корректно отображено и Индия, и Индокитайский полуостров вполне соответствуют нынешнему расположению и контурам. Можно глянуть другие карты для сравнения. Например, Атлас Артелиуса 1570 года. А вот еще одна карта также известного издателя. Посмотрим и ее во избежание сомнений в истинности факта. Герард Меркатор 1575 год. Ну, надеюсь, хватит. Итак, где, я вас спрашиваю, японский архипелаг? Давайте сравним старую и новую карты. Вот нынешний архипелаг. А куда делось множество островов, что видны на старой карте? А, да вот же они. Разбросало их по сторонам, как горох. Это современная Япония без Хоккайдо. Он выше. Вернее, Ниппан. Как называют эти земли сами японцы. Давайте теперь попробуем как-то локализовать идентичные совпадающие объекты на новой и старой картах. Для этого я специально сравнивал названия населенных пунктов на старой и новой картах на предмет соответствия. И вот что получилось. Только один населенный пункт, может быть есть еще, но мне не удалось идентифицировать, соответствует достаточно реальному современному японскому городу. О нем даже упоминается в надписях на старинной карте. Итак, это крупнейший город тогдашней страны, Зипангри, под названием Кангексима, выделено красным. Что на современной карте идентично Кагасима. Как на ваш слух, соответствует название? По-моему, более чем. Фактически одно и то же, учитывая русскую транскрипцию и особенности произношения местных жителей. На выделение желтым цветом пока не обращайте внимания, мы еще дойдем до этого. Возникает законный вопрос к официальной науке истории, которая оплачивается, кстати сказать, из нашего кармана. Зачем так дурить нас за наши же деньги? Какие 12 тысяч лет назад начал формироваться архипелаг? Ну, это согласно вышеприведенной версии. Если остров Япон был цельным островом еще в 16 веке. А уже в 17 веку он был разорван. Кора разошлась и потерял большую часть островов архипелага. Почему все делают вид, как будто так и было? Может быть мы тут о разных объектах рассуждаем? Или свои исследования, уважаемые ученые, историки проводили вообще в параллельной реальности? А может быть этой карте на самом деле более 12 тысяч лет? Ну, согласно официальной версии, конечно. Если логически рассудить. И все это впаривается нам за наши деньги. Как, пардон, последним лохам. С умным выражением лица, поправляя пенсне и солидно покашливая в кулачок. Опять вспоминается киса воробьянинов. Когда же будем бить морду? Как видно из анализа приведенных выше документов, фрагменты карт, ученый доктор Мещеряков либо не знаком с этими доступными каждому пользователю инструментами, либо просто дает неверную информацию относительно события. Поскольку заподозрить его в некомпетентности было бы просто некорректно. В любом случае, можно видеть своими глазами, что остров, да и весь регион имеют иные очертания, отличные от современных. Что не соответствует версии официальной науки, относящей в далекое прошлое формирование региона в существующем виде. В оправдание ученого могу сказать, что вряд ли кто-то сумел бы донести правду до широкого круга интересующихся пользователей. Потому как на это наложен запрет на самом верху, похоже. Ну, выше некуда. И даже если бы он захотел рассказать все, как было на самом деле, его бы, как минимум, ограничили в возможности сделать это. Поэтому, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Зато у нас есть возможность совершать географические открытия наравне с докторами наук и специалистами. Ведь нам никто не может запретить отыскивать что-то интересное и делиться своими находками с единомышленниками. Давайте убедительности ради идентифицируем населенные пункты на предмет соответствия более детально. Возьмем контур береговую линию. Вот он, город Кагасима. Подчеркнуто красным. Столица округа Кагасима – галочка. Как видно, город расположен на берегу очень уютной и удобной для захода кораблей бухты, имеющей ярко выраженные очертания. Теперь соотнесем это с изображением на старой карте. Фактически то же самое. Вот он, тот же самый город Кангасима или Кагасима, учитывая погрешность старинного картографа и произношение в результате катастрофы изменения. Скорее всего, остров был разорван на части в результате сейсмической активности земной коры, которая в конце 17-го начала 18-го века перетряхнула весь регион и прилегающие территории, изменив некоторые географические объекты до неузнаваемости. Как видно, от всего острова уцелел только этот город, самый крупный в Зипангре в сравнении с европейскими городами того времени. Также уцелела передняя носовая часть ниппонского корабля Зипангре с его самым большим городом на тот момент. Остров нещадно покромсало, центральная часть его погрузилась ниже уровня моря и, соответственно, была затоплена. Удивительно то, что сам город находился рядом с вулканом. И так получается, что это вулкан удачи. Еще пара событий конца света. То же произошло с городами Монгул и Тартар. Провалиться в Тартарары еще одна версия этого выражения. От страны Монгол или Могол, столицы Монгула и города Тартара остались Новосибирские острова и остров Умкилир, то есть остров Врангеля. Остров же Япон. Сейсмоактивность порвала как тузи грелку. Произошло все это, предположительно, в конце 17 века. Тогда же началось затопление страны Монгол. Да, кстати, некоторые исследователи соотносят эту катастрофу с причиной гибели Тартарии. Если это интересно, пишите в комментариях, расскажу в отдельном выпуске. Естественно, официоз с умным видом бормочет себе под нос про свои любимые многие миллионы лет назад. Когда дело касается времени возникновения Новосибирских островов, то другого они не могут ничего сказать. Достаточно посмотреть на прибрежный шельф, сразу видно, что острова принадлежат шельфу, то есть затопленной суше. Острова, видимо, это самые высокие части затопленной страны, горы или хребты. Это был конец тогдашнего мира, конец света начала 18 века. Тогда тряхнуло весь мир, будь здоров. И это видно по изменению состояния острова, превращенного в груду обломков. Трясло, рвало и плющило не по-детски. Тогда же оторвало и корейский полуостров. Просто сравните карты. Рвануло примерно там, где стоит галочка. Кора разошлась. Представляете, что это такое в реале? Жесть полная. И тишина официальной науки. Только их любимые миллионы лет назад. Это все, что мы слышим от них. За наши деньги. Опять повторяю. Я бы продублировал на других картах, но уже и так информации достаточно. Кто интересуется, проверьте сами. Возможно, это выглядело примерно так. Ну, с поправками на эпоху события, конечно. Однако вернемся на наш остров. Давайте же проанализируем надпись на карте. Написано, что жители платят дань великому хаму. Имеется в виду хану, видимо. То есть, это подданные страны Катай. Со стольным градом Камбалу или Ханбалык. Много разных транскрипций. Кто же населял остров? Что за народ? Который, вероятнее всего, погиб в страшной катастрофе почти полностью. И еще. Возникла мысль проанализировать сходство названий городов. Ну, чисто фонетически. И сравнить с современными японскими названиями. Например, города. Кагоксима, Норма, Фрасан, Малау, Негру, Банду, Номи, Динлай, Амангуко, Миака, Миака Академия, Чела и даже Саэндебер, Сабана, Тол. Вот такое название. Но вы уж простите, если ударение вы знаете лучше меня. Я просто читаю по карте. А ударение там не стоит. Ну, что скажете, похоже это на современные японские названия. Есть еще хоть один, кроме Кагасимы, Кангасины, такой же похожий по звучанию. На мой взгляд и вкус как-то не очень. Можем проверить по названиям другого региона, насколько сильно изменились названия городов какой-нибудь знакомой страны того же времени. Ну, Англия, к примеру. Тоже остров. Подойдет. Возьмем карту Артелиуса 1570 года. Почти то же самое, что и наша первая 1590 года Даниэля Келлера. Что тут у нас? Ага, вижу. Хэмптон, Уорвик, Лондон, Уэльс, Плимут, Хеффорд, Йорк. В общем и целом понятно, что в Англии того же времени и в современной Англии, если какие-то названия и изменились, то сама фонетика, сам язык не изменился. Понятно дело, Англию-то не трясло. Ну так и что, какое это отношение имеет к языку? А вот если посмотреть на современные названия городов японского архипелага, то там совершенно другой язык. Нагасаки, Осака, Киото и так далее. Ну, можете сами глянуть. А теперь посмотрим на метрополию, страну Катай, где живет великий хам, которому платят дань жители Зипангри. Какие там названия городов? Возьмем центральный регион, современный Дальний Восток. А вот какие названия. Брема, Аспикия, Тинзу, Ксанду, Кайду, Камбалу, столица, Ачбалыч, Акисера, Ачмелеч, Гуингангу, Коуза и так далее. Не знаю, как вам, но мне кажется, что это один язык. Ну или почти один. Названия городов там и тут чем-то похожи. У япанов диалект, возможно. Ну, уж точно не современный японский. С ним разница просто огромная. Возьмите хотя бы названия наших городов. Они не изменились с начала тысячелетия фактически. Торжок, Ярославль, Новгород, Рязань, Киев. Да сколь угодно. Вы что, сами не видите, что происходит? До катаклизма на острове жил совсем другой народ, который имел совсем другой язык. Следовательно, и культуру, а также внешний облик. Вот как выглядел император страны Япон, Японии, Зипангри. Вот и перевод текста, ну приблизительный. Взято у Михаила Волка в журнале «Искатель». Хогун, император Японии. Большой и обширный регион, содержащий большое количество островов, омываемых морем. Эту область открыли португальцы 130 лет назад. 1790-130-1660 год. Эта Великая Восточная Империя состоит из 76 малых территорий, из которых самые большие – это Миако и Аммагунс. Японцы сильные, мужественны и отважны. У них присутствует кодекс чести. Они многоупражняются в боевых искусствах и имеют большую армию из специально обученных выпускников боевых школ. Более 50 тысяч кавалерии и 400 тысяч пеших солдат, которые составляют почти все их войско. Имеют много замков и крепостей. Тут предложение не понял по смыслу совершенно. На больших островах в изобилии растет пшеница, водится много видов дичи, есть рудники по добыче золота, серебра, меди, железа, свинца и ртути. А также скважины по добыче минеральной воды. Лечебные – не разберу слово. В их религии главным являются 9 языческих божеств. Но у них также была христианская религия после нескольких иезуитских миссий. Далее идет рассказ про миссионерскую деятельность иезуитов и францисканцев по внедрению христианской религии. Возник конфликт между исконной верой и христианством, и это вылилось в распятие 26 мучеников на крестах за веру в Иисуса Христа. В тексте же прямо говорится, что таких мучеников было очень много. В данном тексте и надписи на карте много схожего насчет полезных ископаемых. Что насчет множества островов, то вот они. Как видно, корейского полуострова еще нет. Регион изменился капитально. А вдогонку еще пару изображений императора, говорящих о том, что это совсем не то, что нам рисуют современные веселые картинки. Давайте сравним это с поделками иезуитов. Они и китайцев также рисовали. На самом деле, китайцы 18 века были такими же, как и все граждане Тартарии. Это изображение, якобы, разных императоров Японии. Видно, что они нарисованы по типу и шаблону. Рисовальщик даже не потрудился изменить позу макета. Да и лица почти одинаковые, одно не отличить от другого. А как же сам народ, который искон не проживал на территории острова? А вот они. Это Айны. Это снимок 1904 года. Семья Айнов в национальных костюмах. У некоторых вообще, на мой взгляд, русские лица. Мужчина слева, парни справа. А эти парни – того же замеса, что и император страны Япон. Посмотрите выше. Раскосые и широкие глаза. Нехарактерный для японской традиции облик. Хотя, что есть современный японец? Это смесь Айнов и прибывших на архипелаг с материка переселенцев корейско-китайских народностей. Произошло это уже после катастрофы. Официальная история, естественно, придает этому событию многотысячелетнюю давность. Мы почитаем ниже их печальную и славную историю. Походу, транспонируя время события с древности глубокой в XVIII век. Что тоже было не вчера. История коренного населения острова Япон. Сегодня общепринятым считается, что на японских островах Истори проживали современные японцы, представители монголоидной расы. На самом деле это совсем не так. Просто сегодня уже мало кто помнит, что на японских островах в течение многих тысячелетий проживал народ Айны. Как хорошо видно на фото, Айны не имели ничего общего с монголоидами. Это типичные бородатые представители белой европеоидной расы. Именно они создали культуру дземан. Достоверно неизвестно, откуда Айны пришли на японские острова. Но известно, что в эпоху дземан именно Айны населяли все японские острова. А также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть Камчатки, о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок и данные топонимики. Например, Цусима, Туйма, далекий. Цукуба, Ту-ку-па, голова двух луков, ну двухлуковая гора. Яма-тай, Я-ма-та-и, место, где море рассекает сушу. Эпоха дземан. Но сейчас об этом народе очень мало кто знает, а японцы считают себя законными правителями и древними владельцами островов японской гряды. В чем же тут дело? Почему так получилось? Случилось вот что. По мнению историков, примерно с середины эпохи дземан на японские острова начинают прибывать монголоидные группы, мигранты из Юго-Восточной Азии и Южного Китая. Очевидно, айны не желали делиться и уступать им территории, на которых они жили многие тысячи лет, понимая, чем это чревато. Началась война, которая длилась ни много ни мало полторы тысячи лет. О, вот тут пошла подтасовка. Началось это в 18 веке, после катастрофы. В сравнении с этим, столетняя война между Англией и Францией кажется мелкой подтасовкой. Полторы тысячи лет накатывались на айнов из-за моря монголоидные племена, и полторы тысячи лет айны сдерживали напор. Пятнадцать столетий непрерывной войны. Ой, вранье какое. В некоторых источниках упоминается о войне с захватчиками государства Ямато. И почему-то по умолчанию считается, что Ямато якобы государство японцев, которые вели войну где с полудикими айнами. На самом деле все было в точности наоборот. Ямато, а ранее Яматай, никак не могло быть государством японцев, еще только начавших высаживаться на острове. На тот момент у них просто не могло быть еще никакого государства. Ямато было древним государством айнов, по обрывочным сведениям очень высокоразвитым государством, с высоким уровнем культуры, образования, развитыми искусствами, продвинутым военным делом. Конец цитаты. А на самом деле айна-то и были японцами, жителями с острова Япон. А те, кого тут называют японцами, были племена корейско-китайского происхождения, коих разновидностей тьма. Но продолжим. Айны в военном деле почти всегда превосходили японцев, и в сражениях с ними побеждали почти всегда. Да и кстати сказать, самурайская культура и самурайская техника ведения боя восходит именно к айнским боевым приемам, а не к японским. И несут в себе множество айнских элементов, а отдельные самурайские кланы по своему происхождению являются айнскими, наиболее известный клан АБ. Достоверно неизвестно, что же именно случилось в те далекие годы, в результате чего для айнов произошла настоящая катастрофа. Конец цитаты. А скорее всего произошло то, о чем мы с вами тут ведем расследование. Остров раскололся, инфраструктура была уничтожена, жители и армия дезорганизованы, очень много народу погибло. Но продолжим чтение. Айны по-прежнему были сильнее японцев в боях и практически не проигрывали им сражений. Но с определенного момента ситуация для них начала непрерывно ухудшаться. Огромные толпы японцев начали постепенно ассимилировать, размешивать, растворять айнов в себе. Это подтверждается исследованием генетики японцев, доминирующей Y-хромосомой у которых является D2. То есть та Y-хромосома, которая обнаруживается у 80% айнов, но почти отсутствует, например, у корейцев. Есть мнение, что именно генам айнов обязаны своей красотой японские женщины, столь непохожие на других азиаток. Разумеется, это было не единственной причиной. Некоторые исследователи полагают, что во многом причина в приходе к власти отступников, предавших интересы айнов, когда местное население было сначала уравнено в правах с пребывающими монголоидными племенами, а потом и превращено в людей второго сорта. С определенного момента многие вожди айнов стали откровенно прогибаться под японцев и продаваться им. Тех же вождей, кто отказывался это делать, японцы уничтожали, часто через отравление ядом. Так постепенно, продвигаясь с юга на север, стремительно множащиеся в числе японцы захватывали остров за островом, оттесняя айнов все дальше. Айны не сдавались и продолжали сражаться. Можно упомянуть борьбу айнов под предводительством Косомаина 1457 год, выступление айнов в 1512-1515 годах, в 1525 году под предводительством вождей Таносягаси 1529 год, Тариконы 1536 год, Манаукеи 1643 год, один из самых успешных периодов под предводительством Сягосяина 1669 год. Но процесс был необратим, особенно с учетом предательства айнских элит. Кому-то очень мешало белое коренное население у островов и стояла задача извести его любой ценой. Чем дальше, тем становилось хуже. В определенный момент начался настоящий геноцид. Нанимаемые японскими правителями переводчики и надсмотрщики совершали множество злоупотреблений. Жестоко обращались со стариками и детьми, насиловали айнских женщин, ругань в отношении айнов была самым обычным делом. Айны находились фактически на положении рабов. В японской семье исправление нравов, полное бесправие айнов сочеталось с постоянным унижением их этнического достоинства. Мелочная, доведенная до абсурда, регламентация жизни была направлена на то, чтобы парализовать волю айнов. Многие молодые айны изымались из своего традиционного окружения и направлялись японцами на различные работы. Например, айны из центральных районов Хоккайдо посылались на работу на морские промыслы Кунашира и Итурупа, которые в то время также были колонизированы японцами, где жили в условиях неестественной скученности, не имея возможности поддерживать традиционный образ жизни. Вместе с тем сами японцы, ну в этом случае эти самые переселенцы, захватчики, с удовольствием заимствовали и присваивали себе традиционную культуру айнов, их достижения в военном деле, искусстве, музыке, строительстве, ткацком деле. Хотя в действительности очень многое из того, что сегодня считают японской культурой, на самом деле является культурой айнов, повзаимствованной и присвоенной. В 19 веке начался настоящий беспредел. Японцы заставляли стричь бороды мужчин айнов, женщинам запрещали носить традиционные айнские одежды. Было запрещено празднование национального праздника айнов «Праздника медведя». Японцы перевезли всех севернокурильских айнов на остров Шикотан. Отняли у них все орудия лова и лодки. Запретили выходить в море без разрешения, тем самым обрекая на голодную смерть. Большинство жителей резервации вымерло. Осталось всего 20 человек. Зачищали старую культуру погибшего в катастрофе некогда прекрасного мира, которую несли в себе айны. Такое происходило повсеместно и во всем мире. Кстати, и у нас тоже. На Сахалине айны находились в кабальной зависимости от сезонных японских промышленников, приезжающих на лето. Японцы перегораживали устья крупных нерестовых рек, поэтому рыба просто-напросто не доходила до верховий, и айнам приходилось выходить на берег моря, чтобы добывать хоть какое-то пропитание. Здесь они сразу же попадали в зависимость от японцев. Японцы выдавали айнам снасти и отбирали из их улова все самое лучшее. Свои собственные снасти айнам иметь запрещалось. С отъездов в японцев айны оставались без достаточного запаса рыбы, и к концу зимы у них почти всегда наступал голод. Население вымирало. Сегодня по официальной переписи в Японии насчитывается всего около 25 тысяч айнов. Их заставили забыть родной язык, они не знают своей собственной культуры, выдаваемой сегодня за японскую культуру. Один из уникальнейших народов в истории фактически уничтожен, оболган, обкраден и забыт. Полезные ископаемые. Чуть не забыл. Надпись на карте Келлера, подчеркнутая желтым. В самом начале ролика, помните? Для удобства вставлю ее сейчас, чтобы вам не прокручивать туда-сюда. Согласно выделенной информации, острова Япон являются богатейшими на злато и драгоценности во всем мире. Тоже излагается в подписи к портрету императора страны Япон. На больших островах в изобилии растет пшеница, водится много видов дичи, есть рудники по добыче золота, серебра, меди, железа, свинца и ртути. Уважаемые, это круто на самом деле, да? Не тут ли кроется отгадка? Почему орды диких переселенцев поплыли добивать выживших после катастрофы, некогда могучих айнов? Ведь все знали, что страна богата ископаемыми. Ну и? Давайте клянем, что в современной Японии с ископаемыми сегодня. Ну, вики, конечно, заглянем, куда ж еще. В Японии мало полезных ископаемых. Печалька. А куда делись? Сера занимает центральное место в японской горной промышленности. В 2010 году было добыто 3,4 миллиона тонн серы. Шестое место в мире. Также Япония занимает второе место в мире по добыче йода. 9500 тонн в 2015 году. И первое место по запасам йода. 5 миллионов тонн. Кроме этого, Япония в небольших количествах добывает нефть. 136,8 тысяч баррелей в день в 2015 году. 43 место. Природный газ. 167 миллиардов кубических футов в 2014 году. 21 место. Золото. 7,2 тонны в 2012 году. 38 место. Серебро. 3,58 тонны в 2012 году. 48 место. По данным на 1976 год, запасы угля составляли 8 630 миллионов тонн. Железные руды 228 миллионов тонн. Серые 67,6 миллионов тонн. Марганцевые руды 5,4 миллиона тонн. Свинцово-цинковые руды 4,7 миллиона тонн. Нефти 3,8 миллиона тонн. Медные руды 2 миллиона тонн. Хромитов 1 миллион тонн. Да, грустновато как-то. Серо, йод. Хорошо, конечно, но не гламурно как-то. Где ж богатейшие в мире золотые прииски? Серебро, медь, железо, ртуть. Это на самом деле большая тайна. Потому что уже в середине 18 века Японию принудительно берет в оборот США. Куда ж без них-то? Интересно, что на японском, корейском и на английском слово «правда» «тру» звучит одинаково. По-английски «тру» или «тшру». По-японски, корейски «тэрэ». Что фактически одно и то же. Ну, послушайте в Яндекс.Толмаче произношение. Возможно, язык создавался так же, как и у нас. Современный русский появился в 18 веке. До этого писали на церковно-славянском. Слитно. Не разбивая на отдельные слова предложения. Да и речь была немного иная. В общем, что-то удалось раскопать. Но основная глыба осталась. Где золото, драгоценности? Попробую выдвинуть несколько версий. Понаехавшие с материка добили-таки айнов и выкопали все золото. Да-да, любые прииски оскудевают, у них ограниченный ресурс. А также остальное добро. Второе. Катастрофа перетряхнула остров так, что все вкусное оказалось вне доступа. Так, что еще может быть? Прииски взяли под свой контроль технологичные америкосы, которые с середины 18 века также пасли территорий на предмет поискать золотишко. Иначе зачем так навязчиво предлагать дружбу и сотрудничество? Так как это сделал американский коммодор Перри. Ну, далее из Вики почитаем. Черные корабли коммодора Перри. В 1854 году американский коммодор Мэтью Перри, прибывший на черных кораблях, вынудил Японию прекратить политику изоляции. С этих событий Япония вступает в эпоху модернизации. Черные корабли, которые прибыли 14 июля 1853 года в гавань Урага, часть современной Якосуки, в префектуре Коногава, Япония, под командованием коммодора ВМС США Мэтью Перри. Слово «черный» здесь относится к черному цвету корпусов парусных судов старой постройки и к черному цвету угольного дыма из труб пароходов, использующих уголь в качестве топлива. Возглавляемое коммодором Перри соединение военных кораблей стало весомым фактором в переговорах. Сравните с современными авианосцами как политическим инструментом США. И по следующим подписании договора о торговле между Японией и США, таким образом эффективно завершив более чем 200-летний период времени, в течение которого Япония вела торговлю только с Китаем и Голландией. В следующем году во время заключения Канагавского договора Перри вернулся с семью военными кораблями и под угрозой обстрела Эдо принудил Сёгуна подписать договор о мире и дружбе, которым устанавливались дипломатические отношения между Японией и Соединенными Штатами. На протяжении пяти последующих лет Япония подписала аналогичные соглашения с Россией, Францией и Британией. Договор Харриса был подписан в США 29 июля 1858 года. Вот это дружба так дружба. Из чего это пиндосам так настойчиво желать дружбы с понаехавшим сбродом? Что-то мне подсказывает не дружба единая и ограничивалось вожделение штатовских заправил, разведка-то она всегда работала, во все века и тысячелетия. Конечно, теперь никто не ведает, что там с ископаемыми. То ли за сто лет освоившиеся захватчики с материка выгрозили все богатства недр, принадлежащие геноцидированным коренным жителям. То ли их перевернуло вместе с островом и накрыло он им. То ли пиндосы приплыли на черном кораблике и вопрос закрыли. Отсюда и история удлинилась на полторы тысячи лет. По милости, выгодоприобретателей. Вот потому-то правды никто никогда не узнает. Ну, кроме нас с вами, конечно. Однозначно то, что официальной наукой истории само время приобретения архипелагом настоящего вида переносится на 12-18 тысяч лет назад. О существовании в недалеком прошлом некогда цельного острова Япон вообще замалчивается вместе с общей молчанкой историков о конце света конца 17-го начала 18-го века. Второе. Искусственное удлинение истории современной Японии вставка в полторы тысячи лет служит сокрытию фактов геноцида коренного населения страны Япон Зипангри, понаехавшими после катастрофы мародерами-захватчиками, разномастным сбродом с материка, который улучшил свой генофонд за счет красивых женщин-айнов, в результате чего мы имеем на сегодняшний день такую нацию, как японцы, белокожие азиаты. Третье. Вся древняя история коренного населения острова Япон, айнов, культура и искусство переписано под современных японцев. И четвертое. Возможно, и американцы приложили руку к освоению или добиванию остатков полезных ископаемых на островах Аркепелага, которые уже 150 лет, как ни шатка ни валка, добывались местными дельцами. Опять же, учитывая, что ресурсы начали разрабатывать еще айны, вполне возможно, что запасы просто истощились. В общем, дело ясно, что дело темно. Но я думаю, нам с вами удалось сегодня немного приблизиться к истине. Остался такой вопрос. А можно ли как-то реконструировать произошедший разлом острова Япон, имея приведенные средневековые карты и современное географическое состояние Японии? А давайте попробуем. Согласно этой версии, остров разорвало пополам со стороны материка и вытянуло в струнку. Основание для такой версии – еще один город, который, возможно, удалось идентифицировать. Этот город обозначен на старой карте как Миака Академия. Ныне этот город – Миако. Опять произношу магическое слово «возможно». Теперь посмотрите реконструкцию. По меткам вы вполне сможете представить, как это происходило. Можете выйти на большую гугл-карту и посмотреть там, сравнить со старыми картами. Розовой галочкой отмечена часть суши – мыс, оставшийся на месте. Красной галочкой, соответственно, то, что подвинулось чуть-чуть назад от материка. Что же до острова Хоккайдо? Он вполне мог сформироваться из группы небольших островов, помечено красной галочкой. Островная же гряда, розовой галочкой, ушла правее, где находится сей день. Теперь это Курильские острова – законная территория России. Напомню, что это всего лишь версия. Ваши соображения буду рад прочитать в комментариях к материалу. И напоследок. Адресовано в основном тем, кто считает, что о прошлом мы знаем все, и нечего туда лезть всяким альтернативщикам. Телеканал СНН передает удивительную новость. На острове Окинава, в разрушенном замке Кацурин, построенном в 12 веке, обнаружились древние римские и османские монеты. Интересно уж, что в этот временной период Япония не имела никаких контактов с Римской империей. Вот здесь я бы уточнил. Официальная история считает, что в этот временной период Япония не имела никаких контактов с Римской империей. Так более корректно. Специалист Ташио Цукамото из отдела культурных ценностей храма Ганго-дзи, нашедший древние монеты, сразу понял, что это уникальные артефакты. До этого исследования ученый провел некоторое время на раскопках в Египте и Италии. Так как монеты нашли рядом с китайской керамикой в слоях 14-15 веков, следует предположение, что ценные артефакты были завезены купцами из Азии, которые в свою очередь поддерживали торговые отношения с Римом. По нашей же версии, так как это была совсем другая страна, и сегодняшней Японии не было вообще, то естественно она не могла контактировать не только с Римом, но и вообще ни с кем. И еще вопрос к моим зрителям. Недавно мне попала в руки приинтереснейшая книжица. Называется «Сакральные места планеты. Владивосток». Авторов Полич, Елисеева, Балыко. Изначально, я так понял из описания, планировалась серия книг по этой тематике. Но, видимо, что-то помешало авторам, и вышла единственная книга очень скромным тиражом. В списке используемой литературы около 70 различных книг, в том числе издательства «Наука», «Просвещение» и «Академия наук СССР». Так что ссылки на вполне авторитетные источники. Зачитаю вам предисловие. Эта книга открывает серию «Сакральные места планеты», которая освещает историю развития человечества, созданную в виде матрицы миллиарды лет тому назад и опробованную на территории Приморского края на Дальнем Востоке. Здесь собраны сенсационные факты и великое множество тайн неугомонных писателей, ученых, пытливых исследователей, в первую очередь Приморского края, заставляя переосмыслить привычные стереотипы, заложенные со школьной скамьи. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей не только Приморского края, но и истории развития человечества на планете Земля. Эту книгу мы посвящаем своим детям и будущим поколениям. Мне эта книга показалась очень интересной, несмотря на то, что некоторые приводимые в ней сведения очень похожи на фантастику. Но что фантастика, а что реальность? Лично у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Напишите, пожалуйста, мне интересно было бы вам услышать несколько глав из этой книги. Время идет, и, наверное, вы уже устали меня слушать. Поэтому на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Здравия и упорство в познании и всем нам. До свидания. До встречи у меня на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!